Доброе утро всем дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. Итак, доброе утро, доброе утро. Сейчас, секундочку. Доброе утро всем дорогие друзья, всем доброе. Доброе утро, что-то у меня не очень хорошо работает в Facebook. Facebook не очень хорошо работает, все, заработал. Интересно, что вот я смотрю Instagram, Facebook, есть в Facebook группа Воикро платформа и там больше 110 тысяч человек, которые слушают разные уроки Торы, обучаются. А в Instagram я провожу на своей странице. Всем доброе, доброе утро. И мы изучаем, как уже понятно, с 10 до 10.20 изучаем Тору. Изучаем Тору. В данный момент мы изучаем книгу, которая называется «Мишли. Притчи царя Соломона». И находимся мы в 30 главе, в 15 отрывке. Всего 31 глава, чтобы было понятно. И мы изучаем, значит, ее глубоко, пытаемся понять, что же царь Соломон хотел нам передать. Он был пророк, он передавал божественную мудрость понятным языком, через притчи. Но прошло 3000 лет, и нам стало непонятно, непонятно, что он имел в виду. Мы пытаемся разобраться все вместе, что же царь Соломон имел в виду. Сейчас самый непонятный отрывок из всех притчей. Вообще, вот все было понятно. В начале 30 глав почти все было понятно. Потому что в начале он, царь Соломон, он выстраивал как фундамент. Как фундамент первая глава, вторая глава. И мы уже изучаем ее второй год, скоро уже конец. И мы дошли уже до вот таких отделочных работ. Знаете, когда уже делают вот отделочные внешние работы, начинают уже всякие такие деталички цеплять, дизайнерские. Вот этот отрывок, который мы сегодня будем изучать, это уже дизайнерская история. Отключаю комментарии, очень классный совет. Все, выключил комментарии в инстаграме. Спасибо. И, значит, 15-й отрывок. Говорит в 15-м отрывке царь Соломон. Я дословно сейчас переведу, будет вообще непонятно. Вот просто будет вообще непонятно. Смотрите. Алука это выглядит как имя такое, да? У Алуки две дочери. Но само слово Алука это пиявка. Переводится как пиявка. Значит, у пиявки две дочери. Ав-Ав. Ав это дай и вторая дай. Слово Ав-Ли это дай мне. Дай мне. Значит, у пиявки две дочери. Дай, дай. Одну зовут дай, вторую зовут дай. Шарош Эна Ло Тазбана. Три, три каких-то, есть каких-то три персонажа или три чего-то. Три чего-то они не насытятся. Трое ненасытимых, они не могут насытиться. Ар-Ба Ло Амру Он. Четвертое не скажет хватит. Вот и пойми, что он имел ввиду. Это какая-то загадка. Какой-то здесь код есть. Значит, комментаторы все объясняют по-разному. То есть, когда есть такое многозначительно непонятное вообще сравнение, то здесь есть огромный простор, как его понимать, разные традиции. Я по-простому, сейчас самое простое объяснение. Сейчас я объясняю самое простое. Значит, у пиявки две дочери и каждая говорит дай, дай. Значит, кто такая пиявка? Пиявка это та, которая сосет. Она сосет, она высасывает. Я не думаю, что раньше была какая-то другая метафора. Может и была именно чего-то, что сосет, вытаскивает. Значит, говорят комментаторы некоторые, что имеется ввиду две дочери пиявки. То есть, в этот мир, интересно, в этот мир люди приходят. Как люди приходят в этот мир? Люди приходят в этот мир все одним путем. Одним путем. Мы все, вот все замечательные слушатели этого эфира. Я и еще сейчас нас слушают, если взять в фейсбуке вместе и в инстаграме, более 500 человек. Представляете, более 500 человек сейчас слушают божественную мудрость. Значит, все мы пришли в этот мир, был сперматозоид. Из папы вышло 500 миллионов сперматозоидов. Представьте количество. 500 миллионов маленьких таких сперматозоидов вышли из папы. Это если бы каждый сперматозоид нашел себе яйцеклетку, то за один раз можно было бы заселить 500 миллионов две Америки. Две Америки. Представляете, из мужчины выходит за один раз две Америки. За три раза выходит Китай. За буквально там, получается, если в мире 7 миллиардов разделить на 500 миллионов, это за 14 половых актов из мужчины выходит потенциально все население Земли. Если бы каждый сперматозоид нашел себе яйцеклетку, то за 14 половых актов один мужчина мог бы заселить всю Землю. Представьте вообще цифра, да? 14 половых актов за месяц. Только не хватает яйцеклеток. Значит, одна яйцеклетка, в нее из этих 500 миллионов зашел один сперматозоид. И какая-то сила в этой яйцеклетке, в этой клеточке, одна клеточка, каждый из нас был одной клеткой. Эта клетка начинает раздваиваться. Вначале раздваивается на две одинаковых. Потом они, эти две одинаковые, раздваиваются на 4 одинаковых. 4 на 8 одинаковых. 8 на 16 одинаковых клеток раздваиваются, из 16 начинается вдруг что, каждая клетка, в ней включается программный код какой-то, и каждая клетка знает, как ей дальше делиться в разные виды тканей, в разные виды биологического материала, скажем так. И развивается очень из одной клеточки, развивается такая 70-80 килограмм живого веса, структура, которая хозяин этой структуры, то есть хозяин своего тела, каждый человек, он понятия не имеет, как оно двигается, он им пользуется всю свою жизнь, но он вообще понятия не имеет, кто ему включил иммунитет, кто ему включил эндокринную систему, кто ему включил все системы, которые работают, спит, он ходит, он там, я не знаю, оно работает, и человек вместо того, чтобы каждое утро говорить Богу, спасибо, ты мне дал такое тело, просто спасибо тебе вообще, это просто космос какой-то, да, человек, он вместо этого что делает, что-то другое. Значит, все люди в мир зашли по этому каналу, и дальше телобиоскафандр, интеллект-компьютер, который принимает разные информационные потоки, что-то запоминает, что-то не запоминает, и потом, имея в голове запас информационный, человек реагирует на внешний мир и на свои желания, то есть у человека изнутри есть какое-то намерение, ну, есть потребности физиологические, есть потребности, есть иерархия потребностей Абрама Маслоу, но у человека изнутри есть потребность, его тело дает ему силу, его интеллект дает ему знание, как реализовать эту потребность. Есть душа, душа это внутри луч, и какие-то очень, я считаю, самые умные люди, они думают, секундочку, тело-то живет сколько лет? 70-80 лет, а дальше что? Что я дальше буду делать? И что, всю жизнь я буду работать на тело, только чтобы телу было хорошо, или я всю жизнь буду соревноваться с другими людьми, которых тоже через 70-80 лет никого не будет, кто круче, кто не круче, или я буду просто в своей жизни реализовывать те сериалы, которыми меня пихают через экраны телевизоров или кинотеатров, и я буду, о, типа, сериальчик, и я себе устрою такую же Санта-Барбару в жизни. Есть люди умные, которые говорят, нет, секундочку, есть душа, есть Бог, есть заповеди, я буду заниматься духовным развитием. Я буду заниматься тем, что буду переносить свои материальные действия на свой духовный уровень, я хочу идти дальше. Так думают духовные люди. Теперь вернемся к 15-му отрывку 30-й главы. Говорит нам Шлома Амеллах с этой точки зрения. У Пиявки, и если мы посмотрим, как этот мир, как люди все уходят из этого мира. Уходят все из этого мира тоже одинаково. Есть тело, вот этот биоскафандр, в нем есть внутри какая-то оживляющая история, которая, ну, люди верующие понимают, что это душа. Люди неверующие, они вообще не думают на эту тему. И из человека выходит душа, и остается просто 70-80 килограмм мяса, которое буквально через несколько недель сгнивает. Все уходят из этого мира одинаково. Душа отрывается от тела, тело сгнивает. Все. Теперь говорит царь Соломон нам, по мнению некоторых комментаторов. У Пиявки две дочери. Ав, ав, они говорят. Дай, дай. Одни люди уходят, душа уходит в рай. Другие люди, душа уходит в ад. Все. То есть есть два пути, по которым потом идет душа. Очень круто это описал, как бы в таком метафорической форме. Описал писатель такой из Бернард Вербер. Книга называется «Империя ангелов». Как души после смерти умирают, и такая вереница этих душ. И они стоят в очереди на небесный суд. Их в небесном суде, их считают за жизнь. Сколько ты сделал добрых дел, сколько ты сделал злых дел, сколько ты выполнил заповеди, сколько ты сделал преступления и грехов. И тот, кто набрал, я не помню сколько баллов, он проходит дальше в небеса. А то, что те, которые не набрали баллы, они идут в ад, там они мучаются, чтобы подровнять счет. То есть, если они за жизнь свою принесли другим людям много мучений, много зла, должно же быть честно, значит, они выгребают равное количество зла, которое они сделали, чтобы прочувствовать на себе то зло, которое они приносили другим людям. И дальше их, ну, они стираются, как бы, та личность, которая жила, она стирается, и душа заходит на следующий круг. Это по-простому так, да? Теперь говорит нам царь Соломон, у пиявки две дочери, дай-дай, они говорят. То есть, вот этот насос, который выкачивает души из мира, он работает с мощностью, пропускная способность этого насоса. 180 тысяч человек умирает каждый день в мире. 180 тысяч ежедневно умирают в мире плюс-минус. Есть такой сайт, называется Worldometer. Это сайт ООН, который показывает всю статистику по миру в реальном времени. И там видно, сколько каждый день рождается, сколько каждый день умирает, от чего умирают и так далее. Worldometer называется, измеритель мира. Я поставлю в описании к этому уроку, я поставлю ссылочку на этот сайт, и вы можете зайти на сайт vaikro.com, где есть все мои уроки в записи, и увидеть вот этот вот постоянно работающий счетчик улетающих душ. 180 душ улетают в день на небо. И там их проверяют, а чем ты в жизни занимался. Или ты занимался чем-то для души, или ты занимался только перемалывал убитых коров там и съедал еду и все. Значит, две дочери у вот этой вот алуки. Одна это пиявка, которая тянет души в рай. Вторая в ад. Шалош эна лотос бена. Арба лоамру он. Три, которые не насыщаются. И четвертая не говорит достаточно. И в следующем отрывке, в 16-м, царь Соломон объясняет, что он имеет в виду. Кто такие три, которые не насыщаются. Говорит он следующее. Шеоль, могила. Могила не насыщается. 180 тысяч в день. 5 миллионов 400 в месяц. И там 70 миллионов или 100. 70 миллионов, получается, в год умирает каждый год. Не, не может быть. Значит, больше намного умирает. Наверное, умирает 180 тысяч не ежедневно. А, ежедневно 180 тысяч. В общем, посмотрим цифры. Я сейчас не помню эту цифру наизусть. Или я могу посмотреть. Сейчас, секундочку. Я могу посмотреть, чтобы не быть голословным. Зайду на этот сайт. Worldometer. Называется сайт. Worldometer's Info. И вот он показывает. Текущее население мира 7 миллиардов 838 миллионов 908 тысяч. Рождено в этом году 5 миллионов 153 тысячи. Рождено сегодня 164 тысячи. Умерло в этом году. С начала года уже умерло в мире 2 миллиона 163 человека. И сегодня умерло с утра 68 тысяч. В день 180 тысяч. Правильно, да. Хорошо. Значит, возвращаемся к уроку. Возвращаемся к уроку. Значит, могила никогда не насыщается. Нет такого, чтобы могила сказала, хватит. Постоянно люди умирают. Значит, здесь есть перечислены 3 очень неприятных момента. Значит, для человека самый неприятный момент это умереть. То есть, этого боятся все. Умирать никто не хочет. Даже самые верующие люди, которые знают, что у них впереди рай, умирать не хотят. Почему они не хотят умирать? Потому что у них есть инстинкт. У человека есть инстинкт самосохранения. Это нерациональная идея, я не хочу умирать. Иногда люди очень болеют, мучаются, страдают. Пожилые люди, у них уже просто, они еле двигаются иногда, да. Но инстинкт, он говорит, держись за жизнь каждую секунду. То есть, вся внутренняя намерение человека, вся сила человека настроена на то, чтобы только жить. Теперь, но могила никогда не насыщается, все равно все умирают. Отцер-рехем. С другой стороны, с другой стороны. Если мы посмотрим на молодого человека, на молодое поколение, они абсолютно иррациональны. Это не то, что они себе думают. Они вообще в молодости мало люди думают. Но они все хотят рожать. То есть, у женщин просто включен этот инстинкт продолжения жизни. Продолжение жизни. Она хочет рожать. И есть удивительная вещь. С одной стороны, миллионы абортов. И люди убивают своих детей, которые нерожденные. С другой стороны, очень много бесплодных людей, бесплодных женщин. И те, кто хотят рожать, они не могут. А сегодня, кстати, интересно. Сегодня, если женщина не рожает, ну, там в Европе, в западном мире, ну, не рожает, бывает. А раньше была огромная проблема. Если женщина не рожала, а мужчины, они очень были в то время заинтересованы, чтобы было потомство, чтобы защита была, чтобы род был там и так далее. И такая женщина, с ней разводились. Если она не могла рожать, с ней разводились. Поэтому, могила, она не насыщается. И это, ну, умирать никто не хочет. Рехем, когда бесплодие женское, бесплодная утроба. Есть женщина, хочет рожать, но не может. Дальше. Лосава Маем, земля. Раньше каждый год, там, или два раза, раз в два года, раз в три года, во всем мире был голод. Конкретно люди просто, вот мы застали только то, что называется голодомор, да, был там Украина, Россия, по Волжье и так далее, были голодающие по Волжье. То есть люди в 30-е годы умирали от голода, не было хлеба, не было что кушать. А до этого, на всей истории человечества, каждые несколько лет был страшный голод. Мы это знаем из Торы Авраама Вину, про отец Авраам. Более 4,5 тысяч лет назад он пришел в землю Израиля. Голод, нечего кушать. Он спускается в Египет из-за голода. То есть голод был постоянный. В Египте Йосеф как раз фараону предсказал, расшифровал сон фараона. 7 лет было сытых, 7 лет голода. Откуда голод? Нет воды. Нет воды, значит земля не насыщается водой. Все, страны вымирали, народы вымирали от голода, потому что земля не насыщалась водой. А интересно-то, ведь как Бог красиво задумал вот вся природа, что для того, чтобы появлялась еда, достаточно просто одно зернышко падает в землю и 50 зерен на колосе. Потом эти 50 зерен падают в землю, 50 на 50, 250 зерен. То есть заложен такой невероятный потенциал в природе, оно все рождается, размножается, корова траву ест, дает молоко. То есть реально все предусмотрено, все для пользы людей. Но что? Если Бог гневается на человека, то он может умереть, может быть бесплодие и может быть голод. И об этом предупреждал царь Соломон, что как Бог может с людьми взаимодействовать? Через вот этот вот язык природы. И в Эшлу Амра Он. И огонь не говорит хватит. С одной стороны, огонь это величайший друг человека. Огонь величайший друг человека, потому что весь наш современный мир, он построен на том, что человек управляет силой огня. Машина едет, потому что внутри горит огонь, и человек сумел этот огонь через двигатель, на нем он едет, на огне. Бензин горит, значит машина едет. Электричество, до последнего времени все электричество было, опять же, там гидроэлектростанции, до этого были паровые, там пар какой-то, все. То есть огонь это с одной стороны друг человека. Но с другой стороны, мы знаем, что величий мудрец Хафицхаем, который умер в 1930 году примерно, он до этого, в 1920 году, город, в котором он жил, Радин, назывался этот город, Радин, он сгорел, он сгорел полностью, деревянный город сгорел дотла. То есть огонь не говорит, хватит. И это то, что царь Соломон нам намекает вот в этих вот двух отрывках, в 15 и 16, очень непонятные. Но мне кажется, что с Божьей помощью мы поняли, что имеется здесь в виду. Что есть процессы, которые мы привыкли считать, что это природные процессы, но за этими процессами стоит Творец, Создатель Мироздания. Эти процессы, они запущены, они двигаются, и мы привыкли, что ну это ж природа, что это природа. Но это не просто природа, это механизм, за которым скрывается Творец Мироздания Всесильный, Бог Всесильный. Он создатель всех сил, и он управляет всеми силами. И он через вот эти вот силы, он общается с нами. А как он с нами общается, были предыдущие отрывки, которые все они объясняют один принцип. Один принцип, который звучит так. Что посеешь, то и пожнешь. На востоке этот принцип называют карма. На западе этот принцип называют мера, что человек меряет, меряют ему с неба. Некоторые называют этот принцип закон бумеранга. Некоторые этот принцип называют, ну по-простому, что все, что человек делает, к нему возвращается. И если человек хочет получать добро, он должен давать добро. Если человек хочет получать вечную жизнь, он должен к ней присоединиться. Если человек хочет только потреблять, получать, и вместо того, чтобы давать другим людям пользу, добро и что-то хорошее, он хочет только у них брать, а давать им зло, то он должен знать, что закон равновесия работает. И все то зло, которое люди делают, к ним возвращается. Все то добро, которое люди делают, к ним возвращается. Все. Поэтому делаем добро. Сегодня начался месяц Шват. Это предпоследний, по еврейскому календарю, предпоследний месяц года. И это, мы сейчас находимся так, середина зимы. Но вот сегодня Рош-Кодыш, это начало месяца, лунного месяца Шват. И всем желаю хорошего месяца, хорошего дня, хорошей недели. Я стараюсь максимально давать добро, давать пользу через эти уроки. И вам тоже советую, очень советую. Делайте добро людям, себе. То есть, если жить правильно, честно, то и на душе хорошо, вокруг хорошо. И все будет хорошее, доброе возвращаться. Все, удачи, успехов. Всем пока. И крепкого здоровья. Обязательно крепкого здоровья, хорошего иммунитета. Все, удачи, успехов.